Проходите! Эту базу площадью 700 квадратных метров Александр с отцом начали строить в сентябре прошлого года. Не останавливали строительство и зимой решили так. Раз уж начали дело вести его до конца, невзирая на разные трудности и вопросы, которые, конечно, возникали постоянно, дело-то новое, тормозить стройку было никак нельзя. Первая клетка была сделана по первому снегу. Вот снегом крышу, как говорится, задуло, сквозняка не было, окна есть. Вот зимовка проходила так. Скот стоял немного дальше. Помещение рассчитано на 200 голов. Сейчас здесь чуть больше 50 свиней. Крупные рогатые пасутся в поле. Птицы и еще полстахрюшек содержатся в другой летней карде. Решение стать фермером Александр принял через год после того, как получил диплом аграрного университета. Собственных теоретических знаний хватало. Отец помогает в практических вопросах. В районной администрации помогли составить заявку на грант и отправить в Министерство сельского хозяйства области. А дальше как по маслу. Защита прошла успешно. Вот 6 мая была защита, 8-го был результат. Юрий Александрович Берг вручал сертификат 13-го числа. На средства гранта приобрели трактор, прицеп, плуг и отвал. Расчищать дорогу зимой. Сейчас идет заготовка сена. Оно в этом году удалось и хорошие дни терять нельзя. Но совсем без проблем никак. Не получается к базе подвезти электричество. Хотя фермер говорит, все оплачено и документы получены. Раствор месить приходится вручную. Бетономешалка стоит как украшение. По условиям гранта фермер должен организовать три рабочих места. Но впахивать от зари до зари желающих пока нет. Все вопросы, которые фермер может решить сам, уже решены. Мы обошли перекупщиков, я скажу вот так. Просто ту разницу, которую могу зарабатывать я, зачем я ее буду отдавать. Буквально на глазах в Акбулакском районе рождается дело, которым область может гордиться уже сейчас. Гордиться и поддерживать. Анна Мурзина, Владислав Горбунов. Новости дня.